всем привет вы на канале физрук палыч и перед поворотом на тверской бульвар у нас вот пожалуйста главное управление формата мы тут проснул подслушали экскурсного года вот в этом доме мастер встретил маргариту можете сами себе насочинять и любой дом да насочинять сделать историю ту которая вам нужна между прочим на чистых прудах есть мнение что на чистых прудах а соль ждала своего грея мне кажется все вот эти экскурсоводы вот смотрите даже в центре города на тверской можно найти недорогие супермаркеты магнолия вот такой перекусе взяли снежок и две булочки все нас по 32 рубля булочка каждая по 36 рублей за 272 перекусили с палычем на лавочке с таким соседством и вот смотрите вот как раз потом где мы свернули вот здесь есть бестро вообще не дорогое кофе 35 шаурма 180 вот музей булгаковский дом вот театр имени булгакова получается музей булгаковский дом вот он подъезд в общем ребята даже если мы хотели бы попасть в эту нехорошую квартиру мы бы в нее не попали потому что на часах 11 00 а пятницу и фубботу ну вообще все дни музей работает сейчас у дня вот мы и дошли до сквера патриаршие пруды здесь народу много спустились самому пруду с палычем там палыч устроил тут шоу кормления утят так у ничего себе по традиции на море чтобы вернуться надо кинуть монетку нам здесь тоже круто нам здесь нравится ладно ну давайте чтоб вернуться в другом трипи уже о ком формально прочитав наконец-то мастер маргарита и были более более культуре я тебя на самом деле крупно отлично все значит вернемся где-то здесь не в другую жизнь вот такую я придумал традиция и чудеснейшим образом с патриарших прудов мы телепортировались в московский детский зоопарк детский да вот меня слова детский смущает может мы не в тот зоопарк пришли стоимость билета для взрослого 800 рублей а для детей детей мы не знаем короче мы не посмотрели но наверное вот здесь вот есть какая-то информация он детский детский зоопарк ну потому что здесь такой бальзин такой детский а так это все обидно а все вместе да просто начнете с детского а ну ладно тут можно этих детишек ну можно покормить здесь контактный пакетик с форма а в общем мы прошли через другой вход ну вот я спасибо вам тоже идем через детский зоопарк здесь видите ну слышали контактный зоопарк можно покормить животных стоимость пакетика форма 200 рублей в общем навигатор правильно вел со стороны вот этой высотки той надо видимо зайти ну а палыч решил удариться в детство и пройти через детский зоопарк детскую зону я думала куда-то полазить уже зовет вот здесь можно почувствовать себя с усликом и мушкой у нас на татыши татыши в парке такие же теперь делают вот здесь тоже полазить детишкам будет интересно и вот здесь у нас первые животные которые нам встречаются лучше мне не знаю что здесь бобры в общем там полики там их поливают лужайку и меня так здесь у нас ну вот так выглядит контактный детский зоопарк можно покормить и он по всей видимости не маленький мы с палычем решили не тратить время на детскую зону нам сказали очень большой зоопарк да вот здесь фирма нужно пройти запах здесь соответствующий и покормить козлят козочек погладить с ними пофотографироваться я удивлена что палыч не просит скотать скотой меня с родственной душой в общем пойдемте дальше посмотрим что еще есть интересного сереге говорю о смотри пони какая-то а это у нас осел домашний по вода по ату самая крупная порода ослов большого реально пони не пони лошадь не лошадь красивый ну что мы вышли из зоны детского зоопарка 3 плюс пошли к нашему редко и сережиным родственникам в вольер к обезьянам посмотрим давно и не было зоопарках парков у нас городе тоже есть рой фручей прекрасный зоопарк я там тоже давно не была но когда он открылся мне там очень понравилось и прямо как у нас строя вам ручье только немножко по облагорожен и у нас также вот таких стеклянных вольерах живут обезьянки тоже нет пошли ну и вы сами можете видеть какое количество народу находится в зоопарке увидеть тут что-то рассмотреть нереально вы сами можете это себе представить так что имейте ввиду в общем вот такая духовка валили с обезьянами потеряться а дважды 2 так что берите с собой телефон и если что у нас уже не будете фу вырвались ну здесь нет народу потому что здесь в принципе нет обезьян все обезьян причем снаружи их больше чем для тех кто не был еще в московской москвариуме московском океанариуме который находится на бднк здесь тоже есть небольшая экспозиция вон там черепахи вижу но лучше сходите в москвариум нам очень понравилось хороший новый океанариум пойдемте дальше еще тут у нас дальше есть вольеры может пробьемся поближе мне кажется больше всего народа как обезьяна вольера да вон сидит красотка или красавица не знаю но вот здесь уже обезьянки поменьше мне кажется такие подобные обитают в Таиланде и других вот таких азиатских москвариумах ну несмотря на то что они такие кажется очень добрые на вид а обезьяна очень такой отличник муки у них там буквально сантиметров 5-6 и если она укусит то это может быть даже смертельно вот отсюда даже лучше видно В общем, как вы поняли, обезьяны практически не увидели. Люди почище обезьяны, хочу сказать. С этой стороны обезьян больше, чем по ту сторону. Пасеку стучат, ляпали, через цветы лес. Дети вообще неуправляемые. Родители... Ой, как хорошо. Короче, мне здесь не понравилось. Ну вот здесь, видимо, тоже вольеры с обезьянками. Или с обезьянами, давайте посмотрим. Да, здесь живет горилла. Но ее я не вижу пока. Там говорят, где-то видят, но я пока не вижу. А, она наверх там видит, вон там видит. Вот они, красавцы. Здесь у нас поменьше. Вот здесь, да, иди вот туда, встать. Вот видишь, ребенок. Наверху. А вон большой лежит, смотри, вон там. Кушает траву, видишь? Ну да, вот. И снова у нас обезьяны. О, папа. Маленькие. Побольше. Вырвались из лап обезьян. Обезьян, вот. Идем дальше. Ну там народу, конечно, капец. Наверное, у обезьян может больше всего народа, а может и везде. Так вот у нас лемуры. Пойдемте посмотрим поближе. Вот здесь у нас лемурчики, видите, такие большие. Ну, сегодня жарко, поэтому все животные предпочитают прятаться в тени, по всей видимости. Зоопарк такой, не знаю, насколько он большой, но он какой-то такой компактный и тесный. Тебе не показалось, Павлович? Вообще как-то вот... Итей, как в океанале. Нет, просто он сам по себе. Вольеры какие-то маленькие. У нас намного лучше зоопарк в городе. Вот Роев Ручей намного больше. Там огромная территория. Не знаю, я дальше не была. Там у хищников сейчас дойдем. Прям огромные вольеры. И... Вообще как-то у нас поуютнее. Я так думаю. Это сугубо мое мнение. Здесь у нас живет голубой баран. Вот он там в арке, видите? Прячется прямо, похоже. Тоже в теньке прилег. Сидит такой. Ничего ему не угрожает. Здесь сковорец по соседству присоседился. Мокрый. Друг его. Друг, да. А напротив барана я вижу жирафа. Там тоже много народу. Давайте посмотрим, подойдем поближе. Но там помимо жирафов еще кто-то. Зебры. Вернулись голубым бараном. Смотрите, стоит как красиво. А, нет, это уже не баран. Это уже кто-то другой. Смотрите, это кто, Сережа? Да, почитай. Здесь их много. Сейчас я вам скажу, кто это. Это таджикский винторогий козел. Вот кто это. Вот он как чешется. А где тут все? Ну, им даже палку-чесалку не надо. Нифига себе. Разумно. Я так не умею. Ну, а теперь вернемся к жирафам. Я его, к сожалению, не вижу, в отличие от вас. А вот где-то налево сейчас я вам покажу зебры. Надеюсь, что вы их увидите. Тоже в отличие от меня. Потому что я могу их созерцать только вот таким образом. Здесь прямо какая-то пробка. Даже не знаю, в какую сторону идти. В общем, где-то здесь должна быть бурая медведица. Но ее почему-то нет. А здесь у нас обитают шакалы. Вон там бегают. В глубине прямо. Тоже в тени деревьев. Сюда даже не выходят. Ну, потому что реально жарко. А вот точно. Вот так выглядит шакал. Здесь у нас азиатский лев. Но его тоже не видно. Единственное, вон там видно левицы две. Видите? Отдыхает в теньке. Ну, в общем, как вы поняли, в солнечный день зоопарк лучше не посещать. А еще, пожалуйста, уточняйте акции. Вот у них сегодня проходит акция. Какая-то людям в розовом вход бесплатный. Ну, и посмотрите там, сколько людей в розовом. В маечках. Но нам об этом не сказали. Мы узнали об этом позже. Ну, вообще-то кепочка розовая. У меня костюм почти что розовый. Нет, у меня оттенок середины. Лаванда у меня. Это же не розовый. Она потому и не сказала. Ну, в общем, вот имейте в виду. Может, поэтому сколько народу. Есть такие акции, да? Да. У них какие-то акции проходят. Здесь я не знаю кто. Ну, тоже кто-то из хищников. Но никого нет. Я слышу, что где-то кричит слон. Но я даже не знаю, где он. Потому что нет никаких указателей. Как-то хаотично настроены вольеры. Ну, в общем, мне вот это вот не нравится. Что нет какой-то системы. Как обойти, с какой стороны. И указатели должны быть все-таки. Как двигаться по парку. Чтобы обойти все вольеры с животными. Потому что мы явно что-то упустим. Здесь у нас олени. Тоже в теньке он кушает стоит. В этом вольере должен быть тигр. Но он тоже, видимо, отдыхает. Его здесь нет пока. До скупности, в смысле. А так-то он там есть. Ну, я надеюсь. Здесь у нас гималайский медведь. Смотрите, есть вот показательные кормления. Ежедневно в 10 утра какие-то животные. Кого-то ежедневно, кого-то, видимо, ежедневно. Но можем устроить сейчас показательное кормление. Чтобы вышел медведь. Я знаю, что надо сделать. Что рискнем. Интересно. Интересно, что ты задумал. Тебя-то я кидать не буду. Мне еще на сад возвращаться. А вот парочку, тройку. В розовом. В розовом. Можно. В общем, медведя мы также с вами не увидим, к сожалению. Охрененно. Зоопарк. Все звери отдыхают. Вы проходите. Они где-то здесь есть. Вы проходите, но зверей я не... Нет, но это зоопарк. Это не в клетке же, что всегда видно. И у нас также в Роевом ручье у медведей после обеденной сон. Да я рад, что... То есть в 10 утра покормили, вот сейчас 2 часа они спят. Не, я рад, что они хоть это... Это ты каждые 2 часа питаешься. Хоть какая-то свобода передвижения есть. Давайте поднимемся. Вот там какой-то экзотариум есть. Вот. Вход оказывается платный в экзотариум. Там рыбки и кораллы. Сколько стоит, не знаем. Ну, в общем, имейте в виду. Это как бы государство в государстве. Ну, как Москва в России, так и экзотариум в московском зоопарке. Ну, раз нам не удалось посмотреть на рыбок и кораллов, давайте посмотрим на верблюда. Здесь прямо желающих практически нет. Посмотрите, какой он красивый. Один и второй. Он капец как расстроен, что на него... Хоть что-то нам удалось сегодня посмотреть. Он расстроен, что на него не смотрит. Я просто не завидую жителям вот этих домов, которые вот здесь, в центре Москвы. У нас парк находится за городом. Прямо за городом, в лесу. Красота там. Вообще вот зелень. Они вообще не могут смотреть бесплатно. Но у них есть плюс. Они могут смотреть бесплатно животных в любое время. То есть они уже знают, когда и что. Им можно проводить экскурсию. Да. Проблю экскурсию с квартиры номер 74. Так что берите на заметку, кто живет рядом с зоопарком. Можете устроить такой мини-квест какой-нибудь для приезжих, таких как мы, показать мини-экскурсию. Сейчас будет показательное кормление тигра и игр. Да-да-да-да. Всех туристов из третьего этажа. Идите сюда. Но одно уже радует. На территории работает бесплатный туалет. Я надеюсь, что он бесплатный. Да, он бесплатный. Мы двигаемся дальше. Не знаю, по направлению к кому. Сейчас посмотрим. Мы дошли до птичек. Здесь у нас слизи чайки. Написано, по крайней мере, так. Надеюсь, вам хоть что-то видно, потому что мне через вот эту вот решетку очень плохо. Но вам, наверное, тоже. А, ну оказывается, вот здесь у нас желтая цапля, белая цапля, серая цапля. И вот чайки. Короче, здесь целый набор пернатых. А, это еще не все. Здесь колпица, каравайка, красный ибис, розовая колпица. В общем, здесь надо постоять, поразглядывать их. Они вот где-то вон там все спрятались. Но мы с вами не будем сильно терять время. Мы ограничены. Поэтому в рамках нашей экскурсии это просто такая показательная экскурсия. прогулка по московскому зоопарку. Что он из себя представляет? Какова территория? Вот пойдемте, сходим птицы и бабочки. Ну, надеюсь, тут хоб бесплатный. Мы в тропике, Сережа. Мы же мечтали попасть в Таиланд. Ну, как вы можете видеть, народу здесь почти столько же, сколько угорелось, какой письян. И вот там летают бабочки просто вольера. Вот смотрите, здесь можно увидеть выход бабочек из куколок. Здесь в инкубаторе у третьего окна. Давайте искать реке от носа. Вот они куколки. А это все куколки, да? Да, куколки все. А вон она должна была подчеркнуть. Я вам показала, подчеркнулся. Ну, я думаю, часов пять понаблюдать, тогда можно убедить, как она будет. Но это мои предположения. Здесь у нас белый как-то. Ну, через очень грязное, полно-пуссово, зоопарка. И все заляпанное. Его очень плохо видно. Но надеюсь, что в природе он выглядит более весело. Здесь у нас птички. Их здесь очень-очень много. Видите? Ну, клеточка у них очень-очень маленькая, я бы сказала. Для них летать их здесь негде. Вот именно сюда. Да, вот есть и для бабочек. Видите, какой большой вольер для таких маленьких бабочек. Зелень есть, где развернуть птицам летать абсолютно негде. Поднялись на второй этаж. Этого вольера или как это назвать. Здесь вот у нас бабочки. Ну, для бабочек нормальный такой. Бабочкарю. Вот большая такая смеледитка. О, огромная. Для нас позорно. И здесь еще выставка тоже какая-то насекомых разных. Ну, вот здесь какие-то тараканы. Тверчок домовой. Таракан черный. Ну, я чуть-чуть как там к тараканам вообще. Что черные, что рыжие, что огромные, что маленькие. Как-то я к насекомым. Не-не-не. Ну, вот здесь происходит такая вот выставка именно насекомых. Инсектология называется. Выставка инсектологии. Вот так целуются насекомые. Вот здесь даже целая стадия. Вот так. Ну, это зрелище не для слабонервных. Таракан мадагаскарский. Огромный. Смотри, какие большие. И скорпиончик гетеррометрус. Он там маленький такой. Для человека этого вида скорпиона не представляет смертельной опасности. Ну, их же тоже разных видов много. И здесь у нас палочник навагвинистский. Вот он тоже. Маленький скорпион. Побольше, чем скорпион. Ничего не напоминает? Нет. Палочник. Палочник. Это про тебя. Палочник. А вот растение насекомоядное, которое поедает всех насекомых. Это, видимо, остатки от насекомых. Какие-то остались. В общем, оно уже все сожрало. То, что можно сожрать, переварило. А здесь огромные просто, видите, гигантские литки. И ляпточку кормят. Вот у нас полок на полк свет. Вот он, видите. Ну, через такое стекло, конечно, тяжело что-то рассмотреть. Вообще, уставшее оно еще и царапанное и в паутине. Ну, больше, наверное, даже в паутине. Вот честное гоняло. Погрузнулый, но красивый. Ну, что-то прям вот такое. Смотри, смешно. А вот таракан гигантский. Зрелище опять не для слабонервных. Ну, это же какой-то ужас. В общем, я не хотела по насековым ходить. Я в итоге только по насековым, получается, и гуляла на втором этаже. Ну, мерзкие они, конечно. Это отпищевая цепочка. Вырвались из парка бабочек. Тараканов, палочников, скорпионов боятся больше, чем тигров к нему едят. Они реально внушают какой-то внутренний страх. Капец. Ну, есть люди, которым нравятся насекомые. Даже они их едят. Здесь у нас тоже опять какие-то птички. Красивые. Вот у нас таралинка, мандаринка, чирки и мрази. Мандаринка. Здесь у нас пруд. По всей видимости, с лебедями или с чем-то. Цапли там какие-то вижу. И народы сегодня вот так. Я не знаю, может, здесь каждый день что-то. Здесь у нас пеликаны, оказывается. Большие. Я думала, они как-то более стромных размеров. Здесь у нас обитает белый медведь. Я определила это вот по этой глыбе снега, которую сюда, видимо, привозят. А, вот, по производству снега. Лишь машинка наверху. Да, и вон он, белый медведь, машет лапой, передает вам всем привет. Надеюсь, через это стекло вам будет хотя бы что-то видно. Мне видно очень с трудом, потому что еще все отсвечивает. Не очень, скажем так, продумано. В парке это сделано. Где-то здесь должна быть рассамаха. По всей видимости, это где-то сам. Показательные кормления. Вот, кто сейчас народ собрался. Ну, в общем, время 13.31. Показательных кормлений пока нет. Ну, и во сколько они будут, я уже не знаю. Рассамаха, вот эти кормлений, вообще, я ее не видела. Здесь у нас конюшня, но лошадей мы тоже почему-то не видим. Вообще, конечно, существует, я думаю, там план-схема какая-то, но я не могу в ней разобраться. И вообще, вот это вот такая маленькая компактная территория. И есть еще переход на какую-то другую территорию. Сейчас перейдем, посмотрим. Ну, вот, хотелось бы посмотреть тут каких-то животных. Но пока, к сожалению, мы их особо не видим. Вон там какой-то козел ходит. Все, ушел. В общем, лошадок мы тоже не увидели. А ты их загнали наверняка? Непонятно. Они же не могут идти с конца. Значит, сейчас мы с этой территории закончили. Она такая небольшая, но провели мы здесь, наверное, 2 часа, пока все тут облазили. Я не знаю, это старая территория, новая территория. Москвичи, подключайтесь, говорите. Потому что пишите, вернее, в комментариях. Потому что я в этом плохо разобралась. Схемы там, конечно, вообще неразборчивые для меня, по крайней мере. Кто там фотографирует? Маш, не тебя. Поэтому сейчас переходим на другую территорию и смотрим, что есть там интересного. Может, что-нибудь увидим. Я так поняла, это переход на какой-то там новый уровень, я так понимаю. На другую ветку. Да. На другую ветку зоопарка, но никаких указателей, ничего здесь нет. И вот это очень удручает. И вообще, уставший зоопарк. Очень уставший. Белый кокодул требует вложения. Так, как говорил. Еда. Да. Куда это? Я не знаю, куда мы идем. Ну, куда все. Ну, куда-то идем. Здесь у нас наземный переход получается над проезжей частью. И спускаемся, так нет, сюда идут, сюда, нам сюда получается. Хотя здесь тоже и навстречу идут, и всяко разно. И здесь у нас еще одна территория, не знаю, насколько большая. Вот сколько народу в зоопарке может увидеть. Здесь, я даже не знаю, кто должен быть, но кто-то должен быть. По всей видимости, какой-нибудь хищник. Ну, никого здесь нет сейчас. Животных, видимо, послеобеденный сон. И я так понимаю, когда люди спускаются, да, должна быть какая-то схема, как двигаться, в какую сторону идти. То есть, настолько вот это все хаотично сделано. Вот она где-то вот маленькая, вон там схема есть. Но там даже плана нельзя составить движение своего. Потому что здесь вообще какой-то хаос. Ну, наверное, Москва вообще вот этим очень специализируется на этом хаосе. Так, значит, мы, оказывается, были на новой территории. Пришли оттуда. Вот сейчас мы находимся здесь. Здесь у нас пойдем бобры, змеи, жабы, лягушки, слоны, пингвины, попугаи. Тут у нас волк, леопард, рысь. Закончим большой панда и фламинго. Ну, давайте начнем. Против часовой стрелки. Возможно, ну, главное, не забывать заходить туда. Возможно, что-нибудь увидим. В общем, вот здесь должен быть черный аист. Но я вижу, вон там каких-то белых лебедей или похоже птичек. Здесь у нас песцы. Но им тут очень-очень тесно. Прям очень мало. Здесь у нас черный саполек нарезают. Вроде тоже плохо видно. Здесь должны быть бобры. И, по идее, они должны выпуть. Но пока они спят. А здесь у нас волк. Греется до солнышки. В отличие от других животных, которые прячутся в кинке. Наверное, только покушали. Греет хуже. Ну, в общем, змеи и ящерицы здесь за отдельную плату. Зоопарк в зоопарке. 300 рублей стоит. Дети до 10 лет не допускаются. Вход платный. Короче, интересный такой. Вот у нас такого вообще не практикуется. У нас, если заплатил за входной билет, и вся территория зоопарка доступна к посещению. Здесь, получается, какие-то павильоны бесплатные. Какие-то, видимо, сдаются в аренду платные. В общем, мне эта система малопонятная. И вот эта вот система матрешки не внушает мне какого-то доверия. Тюлени. Но их здесь тоже не видно. В общем, вот есть такой-то журавник. Слонос я пока не встречала. Вот эта вся огромная толпа идет в гости к слону. Ну и мы, конечно, тоже. Че, зря ехали, что ли? Верни, шли. Такое ощущение, что я катаюсь где-то. По лабиринтам непонятным. Надеюсь, что здесь доступ бесплатный или тоже... В зоопарке три зоопарка. Змеи и лягушки бесплатные. В общем, здесь на входе много познавательной информации про слонов. их можно почитать. Но мы за всей толпой идем смотреть слонов сразу. Нам некогда читать. У нас еще прогулка на кораблике сегодня, как вы помните. И куда мы еще разъедем? В общем, я уже забыла в наших путешествиях. Запуталась. Напишите, где мы там еще собирались побывать. Друзья, я забыла, где мы будем вечером. Ну и, как вы понимаете, к слонам пробраться тут тоже нереально просто. Вот как-то так. Маленькие слонята. Ну, в Таиланде слоны как-то немножко покрупнее все равно, а африканские слоны, они вообще гигантские. Но их здесь, видимо, нет. Такие, где-то небольшие. Здесь у нас дом птиц какой-то. Вот. Там. Короче, все тут непонятно. Сейчас разберемся походу. А где там? Павильонах тоже прилично народу. И нет кондиционеров. Вернее, они есть, но они не работают. Здесь духотень капец. Ох ты! В общем, это какой-то шлемоносный азрухуар. Смотрите, какой он огромный. Здесь стуканы ТОПО. Красивые. Надеюсь, вам хоть что-то видно. Какой-то попугайчик. Желтонубая Амазон. Или как-то Амазон. Включение. Наролочка. Раз такая подточила еду, в общем, они живут в Зимброзе. В хорошем соседке. А, вон она сидит. Здесь у нас тоже попугай какие-то. Не знаю, как они называются. Сейчас скажу, пау. Наролины попугай. Ну, красивые. Красивые. Тоже, видимо, по-соседскому снижками. Я не хочу. Ладно, быстренько пролетели экспозицию птиц. Если летаем. Так, здесь еще что-то есть. Сейчас посмотрим, кто это тоже. Вот какие-то посылочки. Жабко краснохвост. Но что-то я красного хвоста не вижу. Все выдрали, видимо, и красные хвосты. Ладно, вылетаем на волю. Быстренько пролетели экспозицию. И летим. Даже не знаю, в какую сторону. Там столько народу, что у меня уже боит голова. Все ору. Вообще. Говорят. Все облегайте тишиной. Просто слышите этот шок. Так, тут у нас пингвины. Ладно, пойдемте. Их где-то... Да, вот. Их видно. Правда, через такое стекло не особо. Здесь у нас черношейный журав. Красивые. Грациозно так ходят. Запал что-то. Запал что-то. Да, кстати, похож чем-то. Пока подумает. Да-да-да, пока расшевелится. Пойдем дальше. Ну и, в общем, быть и готовы вот к таким развлечениям в зоопарке, которые устраивают дети. Ну, капец вообще. Куда смотрят родители, вообще непонятно. В настоящее время, да, вот смотрите, сколько народов на территории зоопарка ведутся ремонтные работы. Я не знаю, может, они вечно ведутся здесь. Вот такое ощущение, что, да, новые вольеры, какие-то, видимо, строятся для животных. Впереди должна быть панда, но это не точно, опять же. Панды пока нет, но вот есть жираф большой. Поэтому пойдемте поищем панду. В общем, панду мы с Палычем пока не нашли. Здесь у нас какие-то большие птицы, беркут, степной орел и могильник. Ну, а по всей видимости, панда здесь нет. Там был на указателе, а здесь вот только жираф. Ну, в общем, все. На сегодня я нагулялась по зоопарку, но слушалась вот этих криков, визгов, и это слышите тоже, наверное. На самом деле, на самом деле зоопарк не очень. Птицы... Самое комфортное расположение здесь для бабочек. Я так думаю. Или тараканов. Или тараканов. А остальные какие-то... Белый попугай так и кричал. Ху-е! Ху-е! Да-да-да, именно так. Ху-е! В общем, с таким грустным чувством мы покидаем этот зоопарк. Да, я вообще зоопарки не люблю по причине того, что... Поэтому я тоже там 10 лет в последний раз была. Ну, как бы, да. Я не знаю, что понесло сюда, на дюху. Ну, думаю, ладно. Но посмотреть территорию... Я не в плане даже животных. Я вам могу сказать, в плане территории она очень уставшая. Вот прямо очень уставшая. Ну, что-то делают. Что-то это... Может быть, им животные как-то достались, но слоны, три слона на такую маленькую территорию, они туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Тут устраиваются какие-то экскурсии, есть шоу на сайте московского зоопарка. Можете загуглить, посмотреть. Может, интереснее даже будет сходить на какое-то шоу. Может быть, вам и понравится. Но вот так вот это... Слушайте, какие-то визги... Половина животных нету, потому что очень жарко, и они просто тупо вскрытываются. Не, ну это в любом зоопарке, да? Это понятно. Ну, не знаю, не знаю. Я... Мне не понравилось. В общем, мы сейчас выдвигаемся, но это еще не конец нашего видео. Оставайтесь с нами, подпишитесь пока на канал, поставьте лайк, и жмите в колокол. Может, вам он понравится. А мы двигаемся... Ну, не знаю, куда, через секунду встретимся, и все вам расскажем. Ребята, мы еле вырвались отсюда. Вы посмотрите, сколько здесь народу! Капец вообще! В общем, двигаемся кататься на кораблике, Палыч сказал, да? А потом на Поклонную гору. Я вспомнила. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!